Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Карл фон Блас. Австрийский художник, известный своими портретами и религиозными композициями, выполненными на холсте, а также в виде фресы. Я пользуюсь переводной википедии. Родился в крестьянской семье Триоля 28 апреля 1815 года. Наиболее известен как художник-историк и портретист. Свои первые уроки рисования получил в Инсбурге, где получил образование писателя. Но его больше интересовало искусство, и поэтому, как многие художники того времени, он стремился посетить Италии, чтобы реализовать свою цель – получить углубленное художественное образование. Его дядя-судья Верония признал его талант и оказал ему финансовую поддержку для учебов в Венеции, которую он предпринял в 1832 году. В своей автобиографии он рассказывает о многих своих приключениях. Был студентом в Венецианской академии с 1832 по 1837 год, где учился у Ладовикова Лепарини. В 1837-м получил римскую премию в Венецианской академии, которая позволила ему учиться в Риме в течение пяти лет. Во время своего визита вступил в контакт с ведущим представителем Назарянской школы, немецким художником Фридрихом Авербейком и его окружением, которые во многом повлияли на него. Однако он не соглашался с ними в художественном плане и понимал, что его искусство нацелено на более мощные и юристичные композиции. В Италии он много путешествовал, изучая и копируя картины многих старых мастеров. Затем он посвятил себя церковному искусству и жанровым сценам ритуального характера, получая множество заказов на алтарные изображения и тому подобное, в том числе по просьбе папы Пия IX, у которого он имел частную аудиенцию в связи с украшением собора Альбана. Учился в Мюнхене, затем написал заказные работы для церквей в Париже, Лондоне, Италии, Венгрии и России. В 1850 году был назначен в Венскую академию и написал несколько фресок в церкви Альтлерхенфель. В 1855 году получил приз на парижской выставке за свою картину «Карл Великий в гостях у школы для мальчиков» и в том же году был назначен профессором в Венецианской академии. Был профессором в Венецианской академии с 1856 по 1866 год. В 1866 вернулся в Вену. Стал хорошо известен в венских и светских кругах, написал портрет мальчика императора Евфранца Иосифа в 1853. Несколько лет спустя начал писать 42 фрески из истории Австрии для венского арсенала, ныне Государственный исторический музей. Эти работы считаются одним из его глав. В 1842 году фон Блац женился на итальянке Агнесения Джуда, к которой он познакомился в Альбанах в 1840 году. Среди его учеников был Франческо Беда. Умер в Вене в 1894 году. Вот так вкратце о австрийском художнике, который был известен своими портретами и религиозными композициями, выполненными на холсте, а также в виде фресок Карл фон Блац. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok